Здравствуйте, телеканал Толк продолжает вещать в самоизоляции и мы из дома продолжаем говорить со специалистами в разных сферах, чтобы разобраться как коронавирус влияет на нашу жизнь. Сегодня говорим с психологом Аллой Лобановой о том, что такое самоизоляция и как не сойти с ума одному в четырех стенах. Здравствуйте, Алла Владимировна. Здравствуйте, Андрей. В такой сложный период мы с вами по-новому общаемся. Да, соблюдаем правила основные самоизоляции. А вот теперь поговорим, самоизоляция это все-таки для состояния психического хорошо или это все-таки травма? Это травма для тех людей, которые к этому относятся, ну так скажем, предвзято. Но на самом деле ситуация не такая уж и трагичная. И пара недель, так скажем, вне обычного ритма это не катастрофа. Это всего лишь незапланированное событие, это жизненный этап, жизненный промежуток, который человек проживает. И, кстати, у нас есть некоторые профессии, где люди часто находятся в самоизоляции. Например, космонавты, экипаж космонавтов, да, или, например, экипаж какого-нибудь судна дальноходного. Или мамы, например, которые сидят в декрете. Вот. Ну, или, например, люди, которые работают в условиях тяжелых севера, да, это тоже люди на самоизоляции. Поэтому это вполне выносимо и вполне осуществимо. Но, опять-таки, да, мы будем разделять. У нас есть карантин, а есть некая самоизоляция, да, какие-то ограничения. Карантин, конечно, ситуация пожестче. Вообще у нас существует как бы три варианта восприятия этой ситуации. Самое первое – это люди-паникеры, которым страшно, которые кричат, мамочки, все пропало, мы все умрем, вирус нас съест и так далее. Эти люди пытаются говорить о чем-то другом, пытаются что-то другое делать, но они все время все равно возвращаются к этой теме. Они смотрят все время эти передачи, они просто не могут от этого оторваться, да. Вот. Ну и у них возникает, так скажем, желание вот постоянно говорить об этом предмете страха. Второй вариант – это люди, которые, наоборот, все отрицают. Они говорят, ой, ничего нет, это специально правительство нас хочет запугать, это все, это все придумано, никакого ковида нет, расслабьтесь. Вот. Вы знаете, ну, то есть это как, я это назвала, мне плевать на всех и все. На самом деле это тот же страх, только немножко наоборот, это страх с бравадой. Эти люди точно так же всего боятся. Но чтобы не бояться, они одевают на себя, знаете, такую маску бесстрашие. Он я какой, крутой, я не боюсь ничего. Вот. Но у них абсолютно та же стрессовая ситуация присутствует, как и у тех первых. Ну и, наконец, третий вариант – это я человек разумный. То есть, знаете, вот есть такая вещь, она называется смелость. Так вот, смелость и смелый человек – это не отсутствие страха, это не бесшабашность, а это осознание того, что в жизни есть что-то более важное, чем страх. И что ты понимаешь, что да, проблема есть, но ты, как сказать, ее профилактируешь. Вот это важно. Вот. Еще я хотела бы сказать вот о симптомах, которые возникают у людей, которые находятся на самоизоляции или на карантине. То есть вот очень часто, особенно если люди невротики или у них повышенная тревожность. Ну, первое – это постоянное беспокойство. То есть люди не могут усидеть на месте, им все время нужно что-то чем-то заедать и так далее. Почему вот все и говорят, что объедаемся, да? Это на самом деле один из симптомов тревоги. Вот. Это приступы паники. То есть вот они не могут сидеть на месте, надо куда-то убежать, побежать. Это желание все время мыть руки. То есть каждую секунду бегут, моют руки, что-то чистят, где-то пылесосят, убирают невидимые соринки и так далее. У некоторых нарушается дыхание. То есть, знаете, как ощущение, что нет воздуха совсем. Кто-то начинает придумывать себе, что у них нехватка кислорода. Они обращаются, кстати, сейчас часто стали обращения, сделайте мне тест на вирус, на коронавирус, потому что я, кажется, болею, мне нечем дышать. Вот. Дальше, ну, это, конечно, повышенное давление, это учащенный пульс, обмороки, дрожь. Ну, то есть вот такие вот симптомы. Скажите, вот те люди, которые особо к этому не готовы, вы сказали про группу людей, которые, в принципе, часто сталкиваются, мамы, которые сидят с детьми, более тяжелые случаи космонавты или полярники, а люди, которые, ну, допустим, это какой-то трудоголик, который никогда в жизни с этим не сталкивался и вообще не знает, куда себя в четырех стенах своей квартиры приложить, куда применить всю эту страсть к работе. Есть какие-то советы, допустим, те же самые сериалы, книги, видеоигры. Есть, конечно, есть. Но, знаете, я вот это хотела бы разделить на три таких варианта. Это для себя, для семьи и для социализации. Вот давайте для себя разберем. Ну, наверное, самое главное, да, это понимать, что если ты будешь ныть, жалеть себя, говорить, ой, я бедный, я на карантине, там, или в самоизоляции, то из этого ничего путного не выйдет, потому что, ну, человек, собственно, ничего не делает, никак не действуя, он лишь уходит дальше в некую депрессию. Вот, поэтому составляем план вот на ближайшие недели. Это важно составить план, потому что ты будешь знать, что ты будешь занят. Итак, самое первое для себя. Самообразование. Нужно подумать, где я не дотягиваю, где у меня есть пробелы, и сейчас есть возможность эти прорехи заполнить. То есть, что я должен освоить, выучить, может быть, познать. Нужно написать себе список сериалов, которые бы ты хотел посмотреть, список книг, которые бы ты хотел прочитать, список вебинаров, которые бы ты хотел, так скажем, для самопознания изучить. Это первое. Дальше. Второе. Научиться чему-то новому. Сейчас огромное количество мастер-классов. В Ютубе можно посмотреть, да? Можно чему-то обучиться. И если, предположим, раньше можно было свалить на то, что, а, у меня время нет, и я поэтому ничем этим не занимаюсь, то сейчас вот оно время, пожалуйста, возьми, научись, да? Торты там печь, не знаю, там, вышивать, лепить и так далее, все что угодно. А если у вас у самого куча опыта жизненного, да, и вы сами очень много умеете, возьмите, снимите видео, выставите его, ведь это тоже здорово чем-то поделиться. Дальше. Третье. Кстати, это вот подходящее время, чтобы выработать в себе самодисциплину. Научиться активизировать себя, даже тогда, когда тебе некуда выходить, да? Потому что есть большой соблазн ничего не делать, расслабляться, постоянно выходить из режима, лежать, да, и так далее. И, по сути, вот у многих людей, у них даже меняется стиль жизни. Они встают к 12 к часу, да, там пока раскачались, пока поели, попили, уже вот он и вечер, уже ночь, ложатся часа в три, в четыре. Ну, то есть, естественно, все сбивается. На самом деле это неправильно, потому что, когда человек потом выйдет с такого карантина, то, к сожалению, им очень трудно будет адаптироваться на работе. А трудности в адаптации снижают иммунитет. А нам сейчас нужен всем хороший здоровый иммунитет, да? Вот. Поэтому вырабатываем самодисциплину. Встаем во столько же, во сколько вставали на работу. Ложимся во столько же, во сколько ложились на работу, да? То есть соблюдаем режим. Вот это важно. Можно научиться защищать свои личные границы. Вот это тоже важно, да? То есть выделите время для себя. Вот обычно, ну, вот я, наверное, больше про женщин, потому что я же женщина, да? Женщина прибегает домой, там, детям уроки, не знаю, там, мужу покушать и так далее. На себя обычно времени нет. А тут, ну, займитесь собой, полежите в ванне, послушайте расслабляющую музыку, да? Это, не знаю, почитайте интереснейшую книгу. Да, в конце концов, просто порассматривайте себя у зеркала, да? Посмотрите там, какой, может быть, фейсбилдинг можно сделать, да? И так далее. То есть вот эти моменты – это для себя. Дальше. Для семьи. Ну, ни для кого не секрет, что за, так скажем, быстротой времени, да, за цивилизацией мы, к сожалению, забываем о семьях. И сейчас нам предоставилась такая замечательная возможность побыть семьей, узнать детей своих лучше, узнать своих мужей и жен лучше. Поэтому, ну, во-первых, конечно, существует множество игр, и можно детям давать задания какие-то, да? Например, давайте играть. Кто знает больше песен про маму или про папу, да? Там, выигравший, получает там несколько конфеток или еще что-то. Или, например, кто отгадает больше загадок, или изобрази животное, или угадай там, кого я изображаю, или, например, разговор за толстым стеклом. Да на самом деле этих игр столько много, шахматы, любые настольные игры, да? Их огромное количество. Дальше. Второе. Доделайте домашние дела. Вы знаете, вот я сама как хозяйка и работающая на нескольких работах, я знаю, что все время что-то не доделано. Постоянно есть какие-то дыры, которые надо залатать. Вот, у вас замечательная возможность. Убирайтесь на балконе, не знаю, сделайте генеральную уборку, просмотрите старые вещи, повыкидывайте их, да, там, игрушки и так далее. Сделайте вот это вот, так скажем, нужное очень дело. Вот. Дальше. Обучение детей. Вот подумайте, сколько всего ваши дети не знают. Ну, например, как пришить пуговицу. Как слепить пельмень, да? Не знаю, как пожарить яичницу. У вас сейчас есть замечательная возможность всему этому обучать, да? Зашить дырочку. Пожалуйста. Особенно у кого нет бабушек и дедушек, и кому, кто не может передать вот этот навык. Сейчас это можно сделать. Папа может учить сыновей, как забивать гвоздик, да, и так далее. Смотрите, это замечательная возможность. Дальше. Ну, и сейчас все говорят, мы много едим, мы потом не войдем в штаны, да. Ну, это то есть сейчас такие ролики у нас идут. Ну, на самом деле, кто не дает заниматься спортом. Пожалуйста, устраивайте веселые старты. Кто больше простоит в планочке, да, кто больше присядет, да, не знаю, кто отожмется от пола. Кто сильнее, там, мама или папа. Ну, то есть огромное количество различных вариантов. Наконец, для социализации. Карантин – это не повод для социальной изоляции. И, конечно, общение – это для человека самое главное. Обустройте пространство. Возьмите чашечку чая, включите скайп, ватсап и общайтесь с друзьями по ватсапу. Так ведь это ведь тоже можно. Кстати, мне сейчас уже многие люди говорят о том, что мы вчера винишко пили по ватсапу, вот, общались с девчонками, у нас был такой девичник. Ну, а почему нет? В конце концов, можно и так, да. То есть можно обустроить онлайн-чаепитие с друзьями. Дальше. Пробовали ли вы играть с друзьями в шахматы по скайпу? Это очень прикольная вещь. Попробуйте. Это тоже можно сделать. Или посмотреть вместе какую-нибудь юмористическую передачу телевизор. Это приблизительно у всех идет в одинаковое время. Да, общайтесь, обсуждайте. Вы знаете, вот в этот век технических возможностей нам на самом деле на карантине-то сидеть вообще замечательно. Это вот Пушкин, когда сидел, там ничего не было. Да, вот там было тяжело. И то он, видите, стихи сочинял. До сих пор они дошли. В смысле, до нас доходят. То есть, смотрите, когда сидишь дома, постоянно создается такая иллюзия, будто у тебя еще уйма времени. И поэтому ты спишь до обеда, а дни летят только так, очень быстро пролетают. И поэтому режим свой сбивать не стоит. Лучше делать важные дела, но, так скажем, оставлять на потом какие-то отдыхалочки. Спасибо большое, Алла Владимировна. Спасибо вам. Пожалуйста, до свидания. Спасибо. Спасибо.